МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Работники образования Края получают уведомления о сокращении с работы. Только в Хабарском районе остаться без работы рискует больше 30 сотрудников детского сада. Причина – кадровая оптимизация в сфере образования. О массовом сокращении заговорили месяц назад. Впервые проблему озвучил Алтайский профсоюз работников образования. Его руководство пояснило, оптимизация связана с повышением минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей. Как выяснилось, в бюджете Края денег на повышение МРОД всем не хватает. Чиновниками региона было принято решение провести сокращение работников. В первую очередь среди обслуживающего персонала. Первые жалобы людей уже начали поступать в редакцию наших новостей. Так, сотрудница детского сада села Хабары рассказала нам, что руководство дошкольного учреждения поставило персонал перед нелегким выбором. Переходите на неполную, то есть пониженную ставку, либо увольняйтесь. Работайте или пишите заявление об уходе. Поэтому мы продолжаем бороться, мы не опустили руки, мы адвоката наняли. И такая ситуация складывается еще в ряде районов Края. Отметим, для текущего года это уже не первая волна сокращений бюджетников. По данным Алтай-Крайстата, с начала 2018-го кадровая оптимизация коснулась около 9 тысяч медиков и преподавателей. Сколько человек попадает под сокращение в ближайшее время и можно ли его каким-то образом избежать, смотрите в вечернем выпуске. Какие нарушения выявила госинспекция в работе регионального оператора фонда Капремонта и где теперь будут хранить умерших в Бийске? Об этих и других темах пишут корреспонденты изданий Сибирской медиагруппы. Наш традиционный обзор далее. Фонд Капремонта на Алтае работал с нарушениями. Региональная госинспекция взяла рекоператора на контроль. Как пишет Комсомольская правда на Алтае, специалисты определили, что сайт фонда содержит неполную информацию о проверках, которые проводила у них Краевая госинспекция. Кроме того, фонд ведет недостаточную исковую деятельность относительно должников. Выданы предписания. В Бийске заканчиваются места на городском кладбище. Как пишет АИФ Алтай, власти рассматривают два варианта решения проблемы. Отдать земли сельхоз на значение и тем самым расширить старое кладбище или строить новое. Рассматривается также возможность повторного захоронения, но только к родственникам. Заброшенный парк Победы, который закладывали герои Советского Союза более полувека назад, будут восстанавливать в Барнауле. Работа над проектом уже началась и в ближайшие два года его собираются воплотить в жизнь. Корреспонденты Политсибру выяснили, чем парк в районе моторного завода ценен для барнаульцев. На сайте приводят документ. Здесь, например, говорится, что у каждой елочки были таблички с именами героя войны. А сами герои принимали участие в закладке парка. Говорят, что ель там посадил даже космонавт Герман Титов. Студенты сейчас разрабатывают проект, рассчитывают на средства городского бюджета и губернаторский грант. Полная история на сайте Политсибру. Евгения Даровская, Наши новости. Сегодня жители Барнаула смогут проверить качество бензина. С пяти и до восьми вечера на автозаправочной станции, расположенной на улице Гоголя, 51, будет работать выездная лаборатория. На экспертизу будут брать по пол-литра топлива. Организаторы сообщают, что в среднем процедура проверки займет 15 минут. Наши корреспонденты планируют принять участие в традиционной акции о том, качественный или некачественный бензин продают на барнаульских заправках. Расскажем в ближайшем выпуске нашей программы. В ночное время в обход пунктов пропуска сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали гражданина Республики Таджикистан, который незаконно пересек границу России. Оказалось, что задержанный уже пытался ранее попасть на территорию нашей страны через автомобильный пункт пропуска Веселоярск, что находится на границе России и Казахстана. Во въезде ему отказали из-за многочисленных нарушений миграционного законодательства. Однако свое желание оказаться в России и трудоустроиться человек все-таки решил реализовать. Он попытался проникнуть в страну ночью пешком. На момент задержания пограничниками пройти жителю Таджикистана удалось всего около сотни метров. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы России». В Барнаульском поселке Научный городок разгорается конфликт вокруг детского городка. Его постройки местные жители ждали много лет и даже согласились софинансировать проект, но сегодня он их не устраивает. Старые качели и горки, по словам родителей, еще с советских времен и давно пришли в негодность. Местная администрация выиграла грант на постройку детского городка. Частично расходы легли на родителей, которые добровольно сдавали деньги всего более 200 тысяч рублей. Недавно жители узнали, что проект новой площадки уже готов, однако с ними никто не обсудил детали. Многие мамы недовольны, что их детям, которым больше 10 лет, будет скучно играть в месте, явно предусмотренном лишь для дошкалят и детей начальных классов. Детям негде играть, она одна. У нас больше нет вообще приспособленных помещений, вообще ничего, никаких оборудования нет в научном городке. И дети вынуждены просто-напросто скитаться, сами находить себе, где бутылки, где осколки, где что-то еще. В администрации поселка уверяют, что родители могли повлиять на вид новой площадки, но пропускали все собрания. Теперь же проект изменить нельзя. Инициативная группа решила организовать собрание, чтобы решить дальнейшую судьбу детского городка. Чем закончился спор, расскажем в вечернем выпуске. Краевые театры завершают творческий сезон парадом «Премьер», закроют его в драматическом. Уже 17 мая на основной сцене там покажут «Беспредальницу» по пьесе Островского. Следом артисты расскажут зрителям провинциальный анекдот и представят феномены по пьесе «Горина» и «Темные аллеи» по рассказам Бунина. Добавим, что итоги 96-го творческого сезона в Театре драмы подведут 20 мая. Тогда же наградят артистов за лучшие роли, сообщает официальный сайт региона. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компания «Эвалар». На большей территории края потеплеет и без осадков ветер умеренный юго-восточный. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.